Воскресный день, 19 марта, и обед в моем любимом кафе. И что же я взяла? Переска, овощи, тортики и чаек, и чаек, и чаек. Мой любимый большой буфет. Вот, показываю вам атмосферу его. Еще огней не включено. Ну и вот вид из окна. Мой любимый город Гродно, Беларусь. Вот, а вот и виден костюм. Бирюзовые купола. Очень красиво. Вкусно здесь, уютно. Огоньки. Приятная публика всегда. Атмосфера шикарная. Так что, вот, мои дорогие, всем чудесного выходного дня. Ну, после обеда, да, водичка нужна, водичка нужна. После обеда решили кофе выпить. Здесь, между прочим, хороший кофе. Хороший кофе мы уже у вас брали. Хороший, замечательный у вас кофе. Я помню вас. Да, ну вот, видите, здорово. Ой, свинку вашу такую, ой, для счастья сфоткаем. Угу, и запах хороший кофе у меня, хороший. Всем привет, мои хорошие. Воскресенье, март месяц. И я нахожусь в чудесном месте. Такой парк, долина. Мы называем эту нашу долину швейцарской долиной. Значит, вот протекает у нас река Неман. И вот это вот от неё такие вот ответвления, ручейки. Ну и смотрите, здесь много фонарей, много красивых хвойных растений. Вот, много уточек. И вечером зажигаются фонари. Вот. Вот город, смотрите, немножко на холме, да. Очень красивый наш город. Хочу сказать вам, что очень старинный. Много костёлов, много церквей, много культурных заведений. Много везде вот таких вот красиво обустроенных уголков природы. Вот. Ну, такой очень европейский, умытый, чистый, ухоженный, глощённый такой город. Вот. Ну и вместе с тем он очень небольшой, компактный, уютный. Вся инфраструктура здесь развита хорошо. Ну, видите, какую рекламу я делаю своему городу. Ну, по-настоящему такой райский уголок. Вот. Я тоже много путешествовала по Европе. И хочу вам сказать, что вот Беларусь, несмотря ни на какие разговоры, она развивается очень интенсивно. Вот. Догнала. И даже по некоторым показателям, да, вот культурно-историческим таким, инфраструктурным, она даже, мне кажется, опережает Европу. Европа уже устоявшаяся такая, а Беларусь, она развивается. Очень чистая, ну, культурная, безопасная. Так что вот, спонтанно, просто сделала рекламу своей Беларуси и нашему городу. Так что, мои хорошие, приезжайте, рекомендую. Весна – это самое такое прекрасное время для путешествий. Я вот намного больше весну люблю, чем лето. Весной обострены все чувства, яркость красок совсем другая, да, ощущения другие. А летом уже, знаете, как к хорошему быстро привыкаешь, уже все как будто так и надо. Как будто все должно быть родиться для тебя и быть красивым и вот таким вот. Так что, вот, мои хорошие, много наговорила. Чудесного вам дня. Вот немножко красоты в ленту. Наверное, в сторисе я это размещу. Вот. Всем пока-пока. Ну, вот, дошла до уточек. Самое такое прикольное явление здесь весной. Ну, то есть, смотрите, выживают эти утки, живут тут под мостиками, под камушками. И весной их подкармливают люди. Тут с ними тусуются и голуби. Вот, смотрите, селезни какие красивые. Уточки серые. А-а-а! Селезни цветные красивые. Вот, смотрите, в природе. Самцы, они более яркие, более красивые, да? Вот, они завоевывают взгляды и расположенность самки, да? А в жизни все как-то наоборот становится, да? Вот, более яркие женщины красивые. Ну, благодаря косметике, конечно, в том числе. А, мужчины, на самом деле, мужчины тоже красивые. Красивые, умные, смелые. На самом деле, мужчины тоже хороши. Вот, так что, смотрите, как здорово. Угу, и водой пахнет приятно. Видишь, гоняют друг друга селезни. Ага, и уток гоняют заодно. Короче, все, инстинкт самосохранения. Вот, еда. Вот, борьба за вызывание. Она и весной, и летом, и в любое время года. Ну, вообще, шикарно. Я так рада, что вышли вот прогуляться. Утки летают себе. Сейчас я подойду к водопадику искусственно сделанному. Тоже очень красивый. Смотрите, вот еще раз показываю территорию. Так, сумки я поставила себе далеко. И хожу себе свободная. Ну, вот, смотрите. Как здорово. Уточки плавают. Здесь можно долго-долго ходить, бывать, наблюдать за утками, за шумом воды, как вот она пенится, как она бурлит. Все завораживает, как огонь. Угу. Все приятно. Запахи природы уже. Травой пахнет, водой. Ну, вот, уже все оживает. Все оживает. Все так здорово. Послушайте шум водички. Да, очень приятно. На улице температура комфортная такая. По моим ощущениям, градусов 8. Вот. Очень приятно. Очень. Вот они утки тусуются. Спокойные, размеренные, наевшиеся. А вот там, смотрите, вот, статуя лебедей, пара лебедей. Вот. Ну, очень здорово. Все так обустроено. Вот. Я так любуюсь, как будто первый раз увидела. Но по-настоящему хочу передать вам красоту весеннее. Ну, все. До встречи. Всем пока. Ну, вот, решила вам еще показать с других ракурсов нашу долину. Город. Вот. Сверху на холмах. Ну, вот. Так вот. Это наша долина простирается с обеих сторон. Оно каймляет вот эту речку. Ну, вот так. Раньше такие речушки называли в моем детстве вонючки. Они были не обустроены такие, заброшенные в советские времена. А сейчас такая красота. Понимаете, какая красота? Как все меняется в жизни. Вот. И, конечно, идут времена, и было у кого брать пример. Вот. Развитая Европа красивая. Мы рядом, наш город на границе с Польшей, и поэтому мы имели возможность вот ближайшая у нас и Польша, и Прибалтика, да. Вот Литва. Мы ездили в Каунас, ездили в Друзгиненкай, и почти что каждые выходные, ну, по крайней мере, вот я с подругами ездила на чашечку чая, кофе, вернее, не чая, а кофе. Кофе был замечательный, хлеб необычный, очень вкусный нам казался. Тортики, выпечка была шикарная. А сейчас, смотрите, по всему миру выпечка, вот, кондитерские изделия, везде кафетерии, ну, такая красота, вот, все-таки подумайте, как меняется жизнь к лучшему, как красиво везде, да, вот, так что, и мы вот путешествуем, ездим, и вроде глаз привыкает и к комфорту, и обслуживанию, и к сервису, и вот каждый раз думаешь, ну, куда бы податься, вроде как бы уже многое, что повидал, многое знаешь, и уже вроде как бы глаз привык, и ничего так сильно прям не удивляет, да, а на самом деле, вот, посмотрите, как же прекрасна природа, и особенно, когда человек приложит руку, когда облагородит ее, оккультурит, знаете, как хорошему камню шикарную огранку сделать, так вот и в природе, вот, а раньше было вонючко, вот эти горы все такие заросшие, ну, вот, шло, идет время, люди меняются, да, и меняют природу, так что, вот, видите как, вроде зима, так не замечал, а весна, вот сейчас прям на лирику потянула, и все замечаешь, и каждый ручеек, и бульбалки, и пузырьки на воде, вот, ну, что значит весна, видите, просыпаются все чувства, краски к прекрасному, ну, смотрите, шум какой, вот, кажется, ничего обычного, да, такого, порог такой небольшой, и все, ну, вот, приятный все, и я вам скажу, трава уже зеленая, она уже не такая пожухлая, ну, вот, камера, может быть, не передает, но, вот, я вам показала, вот, все, идем мы вдоль долины этой швейцарской, и вот, поднимемся потом по лестнице, вот, и, смотрите, вот эта долина идет еще вдаль, вот под мостом, вот арка, я вам еще сделаю репортаж, там сниму с той стороны, вот, пройдем туда под арку, и уже там тоже покажу, ну, вот, прошли эту долину, вот, смотрите, там под мостиком, прошли, прошли, метров 150, наверное, и вот уже на эту сторону, вот, зашли, больше движений, больше тусни, как я говорю, на той стороне, здесь все более спокойно, вот, беседочка, это все вот продолжение швейцарской долины, и вы красивые такие, ну, вот такая вот красота, вот, так вот идет она еще и дальше, ну, такая вот зона отдыха, прекрасная, где можно спокойно ходить, но вот заметьте, видите, ни одного человека, люди, наверное, сидят, смотрят телевизор, отдыхают, чаек, кофеек, дома пьют, вот, завтра рабочий день, и, наверное, знаете, как, уже залегли на диванчики, и гуляющих мало, гуляющих мало, ну, вот можно и дальше идти, но, я так думаю, что можно уже и в город подниматься, вот, так что, так, мои хорошие, весна, красота, жизнь, а вот смотрите, на деревьях, вот это вот, все позарастало, амела, да, это вот такой, ну, паразит на деревьях, ну, они красивые, я даже, один год какой-то, мы нарвали вот эту амелу, и, большие вазы, и, вместо, украшения, вместо елок, вместо веток елок, были вот эта амела, ну, красиво смотрелось, такой шикарный дизайн дома был, так что, ну, все, всем пока, ну, вот, уже поднялись на мостик, и хочу вам вид сверху, что называется, показать, вот, вот эта долина, это вот правая сторона долины, ну, смотря как стоять, вот, ее здание, на холмах, а вот мостик, под которым мы шли, ну, вот так выглядит, ну, и все, сейчас будем выходить в город, на площадь Тезенгауза, или площадь Ленина, по-старому, вам покажу тоже, тоже красивое, очень место уютное, и очень красивое, еще немножко, пейзажи города, вот, одна из центральных площадей наших, то, что я называла, площадь Тезенгауза, или площадь Ленина, бывшая, даже памятник, вот, Ленина у нас, как раритет такой, есть, ну, вот, покажу вам, дома, вы знаете, вот, иногда идешь по городу, да, некоторые улицы, вот, есть покрашенные дома, в светлые тона, очень напоминает Австрию, вот, и я хочу сказать, вообще Европа, как бы, ну, представление, вот скажешь Европой, уже представляешь, что, да, дома, вот, архитектуру, и вот, я вам хочу сказать, что Беларусь, вот, ну, и вот, наш Гродно, вот, сразу посмотришь, и скажешь, что это вот Европа, вот, правда говорю, что вот и на Австрию мне похоже, вот, и в Швейцарии я была, тоже некоторые места, вот, похоже на Швейцарию, то есть, ну, вот, Европа и Европа пришла, и к нам, наш город, вот, ну, уже давно пришла, ну, просто вот я говорю, что весной взгляд какой-то новый, свежий, и как бы все, все, как впервые видишь, вот, поэтому весна это замечательное время, которое, ну, не надо упускать, так что призываю всех, выходите, гуляйте, наслаждайтесь, весна бывает раз в год, вот, так что не пропускайте ее, ну, вот, идем по площади, вот смотрите, наша статуя знаменитая, да, статуя с Лениным, но это, ну, редкость такая, это здорово, что все-таки есть память, есть история, ну, почему бы и нет, пускай будет, раритет, это, ценность историческая, так что, вот, мои хорошие, вот так вот, чуть позже, еще покажу вам, парк, вот, на площади у нас есть, ну, вот смотрите, с этого ракурса, да, перешла дорогу, и вот сейчас, вот, ну, это продолжение, швейцарской долины, то, вот смотрите, я покажу, вот с того угла, вот как смотреть на статую Ленина, мы оттуда шли, перешли дорогу, и вот продолжение, опять, швейцарской долины, вот, вот, вечный огонь, дорожка для велосипедистов, я, между прочим, репортаж делала, здесь был конкурс елок новогодний, очень красивый, все было в огнях, ну, вот такая долина, та же речушка, вот, тоже холмы, смотрите, холмистая местность, и вот низина с водичкой, вот, все в фонарях, лавочки, красивые деревья, деревья сейчас по-настоящему красивые, такие, и миндали, и хвойные, и пихтовые всякие, ну, хвойные пихтовые, тоже свойные, вот, так что, очень красиво, везде сейчас так, ну, вот, это парк наш, наш парк, и вот, наша эта долина продолжается, и смотрите, там вот мостик, есть, и под мостиком можно пройти, и еще, и на другую сторону, вот, сейчас я вам покажу, так, вот, смотрите, сердечко, грудницы, любят здесь фотографироваться, я тоже фотографировалась, вот, видите, грудно, сердечко, и вот, смотрите, это, швейцарская долина, как мы называем ее, да, и вот она, под мостом, под мостом, и вот, смотрите, следующий мостик, и переход там тоже, красота, красота неимоверная, вот, везде ивы, ну, везде так приятно, очень чисто, вот, красиво, чистый город, все-таки, там, где чистота, там и красота, это правда, вот, так что, если перейдем на ту сторону, я вам тоже покажу, ну, и вот дома, смотрите, в центре, вот, высокое, это административное здание, облсполковое, вот горы сполкома, вот, мэрия здесь находится у нас, ну, а вот, это уже вот, такая красота, так что, много гостей у нас, очень много, сейчас льготный въезд для поляков, для прибалтов, литовцев, и на выходные, вот, очень многие ездят, особенно было время, когда, в Польше были закрыты промтоварные, многие продовольственные магазины, и вот, поляки приезжают сюда, и до сих пор выгодно, вот, мы были в большом буфете, и много было поляков, тоже кушали, вот, ходят по кафешкам, отдыхают, бани ходят, в комплексы, вот, так что, такое выгодное сотрудничество для нас, вот, все-таки, расположение на границе, тоже, ну, выгодно в экономическом плане, для города, это правда, ну, вот, коротенькую зарисовочку вам сделала, все, до следующего видео, до следующего видео,